Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. В режиме нон-стоп в Бобруйске полным ходом идет ремонт дорог. Провитарская улица у нас в работе. Какие перспективы? Ночная с сиреном в Вишневке горела дача. Если вы стали очевидцем чрезвычайной ситуации пожара, незамедлительно наберите по телефону 101 или 112. Если пострадавшие. Бурные аплодисменты. В городе прошел концерт заслуженного любительского коллектива «Шинанайм». Все остались довольны. Что артисты, что зрители, что родители. Чем удивил театр песни? А также на контроле президента, рост экспорта и билет на электричку. С мая пенсионерам предоставят скидку 50%. С чем это связано? Капитально взялись и за дело. В Бобруйске полным ходом ведутся работы по ремонту дорог. Специалисты приступили к укладке асфальта на Октябрьской. На очереди Пролетарская и Гагарина. Всего в планах на этот год заменить 157 тысяч квадратных метров. Какие улицы в списке узнала Татьяна Горбач? Ленинский район, улица Октябрьская – одна из самых оживленных магистралей Бобруйска. Сейчас здесь больше рабочей техники, нежели обычных автомобилей. Накануне дорожники завершили фрезерование покрытия. Теперь полным ходом идет укладка нового асфальта. Также апгрейд продолжается на Пролетарской и Гагарина. Пролетарская улица у нас в работе. Демонтируем дорожный борт и устанавливаем дорожный борт. Ремонтируем ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия. Дальше будет устройство верхнего слоя. И улица Гагарина на данный момент демонтировали на участке, там где будет проходить текущий ремонт, демонтировали весь дорожный борт. Произвели частично фрезерование. Приступаем к установке дорожного борта. В 2023-м у бобруйских специалистов большие планы. Отремонтируют 157 тысяч квадратных метров дорожной сети. Обновления коснутся Шевченко, Ванцетти, Чангарской, Карла Маркса, Батова, Шинной, Держинского, Социалистической, Садовой, Пушкино, Цветочной, Урожайной, Широкой, Севлеевской, Энгельсо, Комсомольской, Ковздано и Минского шоссе. Плюс переулки, Черепичный, Широкий, Резервный и Бахарова. Заменят тротуары на Минской, Урицкого, Чангарской и Береговой. Сейчас здесь работают более 10 единиц техники. Асфальтоукладчик, гудронатор, щетка на базе МТЗ и три катка. Плюс пять машин перевозят асфальтобетон. Планируют закончить до конца недели. В 2022-м дорожники перевыполнили план по ремонту на 23%. Асфальт уложили больше, чем на 267 тысячах квадратных метров. Список обновленных улиц Большой. Ульяновская, Карло Маркса, Рокоссовского, Железнодорожная, Орджиникидзе, Горелико, Социалистическая, Интернациональная, Горького, 50 лет ВЛКСМ, Сикорского, Батова, Минская. Плюс возобновилась масштабная реконструкция Титовского моста. Я замечаю очень позитивные перемены, особенно когда я езжу на велосипеде и когда меньше колдобин становится на дороге, это супер. Ну и когда преображается город, особенно к летнему периоду, это вообще очень правильно сделано. Мы очень часто гуляем и в парке, и здесь, и постоянно город преображается, и все, как бы и дороги замечательные, и ямок практически нет. Мы и на коляске гуляем, ну и все очень хорошо. Город на сегодняшний день преображается, дороги делаются, все прекрасно. Едешь на общественном транспорте, тем более после городского субботника, все блестит, сияет, и все шикарно и прекрасно. Весь теплый сезон специалисты посвятят ремонтным работам. Поэтому и водителям нужно учитывать данные факторы при составлении маршрута движения. Также не стоит парковать автомобили у обочин, чтобы не мешать дорожникам. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Тревожный звонок. В Вишневке горела дача. ЧП произошло ночью. Пламя охватило деревянный дом за считанные секунды. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, но огонь успел наследить. Практически полностью уничтожены кровля, стены, перекрытие и имущество. Внутри никого не было. Причины выясняются. Если вы стали очевидцем чрезвычайной ситуации пожара, незамедлительно наберите по телефону 101 или 112. Обязательно объясните диспетчеру, что происходит на ваших глазах и желательно сориентируйте спасателей. То есть назовите точный адрес. И помните, пока вы общаетесь с диспетчером, помощь уже в пути. Еще один пожар случился на переулке Жлобинском. Горела хозпостройка. К счастью, обошлось и без жертв. Одна из версий ЧП – нарушение правил эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств. Космический полет, справедливые цены и полезный напиток. В Беларуси полным ходом идет заготовка березового сока. Сколько просят за литр? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Президент установил контроль за формированием цен на лекарства в Беларуси. В течение трех месяцев будет определен перечень препаратов, в отношении которых осуществят регистрацию стоимости. Кроме того, правительство проработает механизм установления предельной стоимости. Это позволит сделать медикаменты более доступными. В республике выбрали двух кандидаток для полета в космос – основную и дублирующую. После изучения научной и полетной программ и согласования с Роскосмосом они отправятся в РФ. Там пройдет их подготовка. Планировалось, что женщина-космонавт из Беларуси полетит к МКС осенью этого года. Однако из-за разгрометизации системы охлаждения корабля «Союз МС-22» дату перенесли на полгода – на весну 2024-го. Продовольственный экспорт Беларуси в 2022-м впервые принес выручку свыше 8 миллиардов долларов. И это несмотря на санкционное давление. Молоко, сметану, йогурт и сырый творог ждут далеко за пределами республики. Одна из важных задач на ближайшие годы – выйти на рынок Китая. Жители Поднебесной заинтересованы в продуктах с большим сроком хранения. С мая пенсионерам предоставят скидку 50% на проезд в электричках. Это связано с периодом сезонных сельскохозяйственных работ. Главное, чтобы при себе было удостоверение. Купить льготный билет можно в кассах на официальном сайте с помощью мобильного приложения «Бычемый поезд» или через терминалы самообслуживания. В Беларуси полным ходом идет заготовка березового сока. Лесхозы Могилевской области планируют собрать полторы тысячи тонн полезного напитка. Бобруйское, Сиповическое и Глузское лесничество приступили к работе еще в конце марта. Цены остались на уровне прошлого года – около 23 копеек за литр. Заготавливать нектар можно и самостоятельно, но только в специально отведенных местах. О самом главном в Бобруйске прошел круглый стол на тему здоровья женщины и здоровья нации. Семинар состоялся в роддоме. Обсудили тему беременности, онкологических заболеваний, профилактики туберкулеза. В качестве спикеров выступили медицинские работники. Каждый мог задать волнующий вопрос и получить развернутый ответ. Основное сегодня – нацелить наших женщин на свое здоровье, на здоровый образ жизни, на здоровье окружающих, те, которые их окружают. И, наверное, помочь все-таки быть здоровым сегодня человеком, быть здоровой семье, быть здоровой нашей нации. По статистике, в городе на Березине проживает свыше 120 тысяч женщин, из которых 43% репродуктивного возраста. На них сделан особый акцент. Также представители БСЖ вручили молодым мамам подарки. Молодежь выбирает служение Родине. В Бобруйской прошел день призывника. Будущие солдаты познакомились с образцами стрелкового оружия и обмундирования. В актовом зале их ждала концертная программа «Служу Отечеству». Всего собралось более 50 парней, которые уже совсем скоро отправятся в воинские части. В мероприятии приняли участие военные комиссары города Бобруйска, Бобруйского, Глузского и Кировского районов, представители Православной церкви, представители БРСМ, Белорусского союза офицеров и Организации Беларусь. Это и весной армейский строй пополнит порядка 250 бобруйчан. Наши земляки отправятся служить в Борисов, Барановичи, Минск, Витебск, Гомеле, Мозырь, Островец и Молодечно. Одни долг будут отдавать в рядах сил специальных операций, другие во внутренних войсках, а кто-то в пограничных. Отправка пройдет с 26 апреля по 5 мая. Музыкальный заряд эндорфина. Во Дворце искусств прошел концерт «Шинанай». Театр песни порадовал зрителей первоклассным шоу под названием «Ставим на позитив». Со сцены звучали всеми любимые песни. В программе 29 номеров. Специальный гость Виталий Гордей порадовал публику исполнением свежих хитов. А танцевальные коллективы «Альянс» и «Кукушечка» впечатлили публику прекрасной хореографией. Все остались довольны. Что артисты, что зрители, что родители. С теми, с кем я разговаривала, те впечатления, чьи я слушала и читала, очень хорошие отзывы. И поэтому хочется творить, работать. Ежегодно артисты коллектива привозят десятки наград с республиканских и международных конкурсов. А имя Шинанаи знают и любят далеко за пределами страны. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова